В течение года комплексная экспедиция во главе с Пантелеймоном Егоровым побывала во многих районах Якутии и исследовала условия для развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Очередь дошла до Нерюнгринского района, который в этом направлении является одним из флагманов не только в республике, но и в пределах всей России. Подробности в материале наших коллег. На сегодняшний день южно-якутская столица удерживает свое первенство в инклюзивном образовании. Однако и в Нерюнгринском районе имеется ряд острых проблем. Мы ребенка должны обеспечить техническими средствами реабилитации согласно перечне федеральных технических средств реабилитации и перечне республиканских технических средств реабилитации. Большинство проблем должны решаться на уровне как федеральной, так и республиканской и муниципальной власти. Поэтому в каждом улусе участники экспедиции встречались с главами районов. В первую очередь для муниципалитетов это финансовая составляющая, где нужно таким детям и школам помочь именно деньгами. Вопросы очень сложные в этом плане. И подготовка специалистов для этой работы, конечно, она сегодня важна. Понятие интеграции детей с особыми образовательными потребностями в корне отличается от понятия инклюзивного образования. Начальная школа детский сад «Малыш» — это только один из примеров инклюзивного образования. Его специализация — дети с патологиями зрения, ДЦП и сопутствующими психическими нарушениями. Однако уровень образования здесь весьма высок. Я нарисовал здесь рисунок, что вода может быть газообразной. А какие еще опыты вы проводите? Опыты с песком, опыты с силичкой. Несмотря на все преимущества, уже не первый год учреждение сталкивается с утечкой квалифицированных кадров. Педагогический персонал, высококвалифицированные кадры стремятся перейти в дошкольные образовательные учреждения Нью-Рюнгринского района. Понятно, что за одинаковое количество времени там они получают заработную плату больше. Сегодня законодательство и федеральные государственные образовательные стандарты говорят о том, что ребенок с особыми образовательными потребностями может поступить в любое образовательное учреждение по своей прописке. Однако далеко не все школы, сады, а также средние и высшие учебные заведения могут предоставить необходимые условия для образования таких детей. В этом направлении остается еще немало проблем, которые только предстоит решить. Галина Якимчак, Семен Амосов, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нью-Рюнгрин.